всем привет с вами ваш переводчик асулхан и хочу сказать вам что нас 150 тысяч хочу поблагодарить каждого из вас без вас не было бы этого всего этого бы канала не существовало поэтому я искренне благодарен каждому из вас также сегодня у нас новенький я до сих пор не знаю как его зовут он из сша он называет себя старым батей панк-рока всем приятного просмотра ну чё там как ваши делишки добро пожаловать на канал спасибо что вы здесь сегодня и я приготовил для вас что-то не совсем обычное для нашего канала у нас тут нарисовался человечек и сто пудов я произнесу его имя неправильно было много комментариев с этим запросом и знаете давайте сделаем это для разнообразия я без понятия что это будет я не знаю это будет поп-музыка или хип-хоп я понятия не имею что здесь будет я пытаюсь угадать но бог его знает что здесь будет понятно одно что это не что-то нашинское потому что здесь так много вот этих азиатских надписей но это походу имеет отношение к кей-попу и так далее и я я люблю кей-поп я не прикалываюсь в общем это неважно ладненько давайте глянем что будет сегодня так 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 он что уже такой знаменитый не знаю не знаю громадный тональный сдвиг сразу же такой тональный сдвиг да что происходит я думаю это будет ладно кто-нибудь знает о чем он поет и на каком языке он говорит напишите пожалуйста в комментариях я бы хотел побольше узнать об этом я пока я пока не знаю что можно сказать я не думал что будет что-то такое что-то такое и 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 Уж точно не думал, что будет такое. Он звучит как мужчина и женщина в одной песне. И я это не в плохом смысле, это же невероятно. Да просто посмотрите на эту женщину. Она сейчас где-то в космосе. Это круто. Я бы не говорил так постоянно, но это реально красиво. Очень-очень красивая музыка. Я не буду врать. Я в душе не скребу, о чем он говорит. Но это реально очень красиво. Я чувствую вот эти все эмоции. На данный момент я чувствую какую-то потерю и поиск ответов. Не знаю, как по-другому это объяснить. Может быть, я ошибаюсь. Я не знаю, но это звучит, как будто бы он потерял кого-то. И он ищет ответы на вопросы. Ищет решение. Ищет выход. И пока не находит этого. И не находится в поиске. Я не знаю, но это точно не звучит, как очередная романтическая песенка. Это просто моя болтовня. Я реально не знаю, о чем эта песня. Но это пока одна из самых чудесных вещей, которые я слышал. Слушайте, я знаю, это звучит очень банально. Мне 40, мне уже не 20. Я уже не слушаю панк-рок каждый день, хотя я очень его люблю. Но вот эта музыка, которую мы сейчас слушаем, я бы никогда не слушал такое 20 лет назад. Да даже в свои 30. Буду честен с вами. Но это все-таки захватывает дух. Единственное, что могу сейчас сказать. Йогурт без даты. У меня резьба слетает, когда он вот так делает. А вот и струнные. Итак, это, возможно, песня, которую они знают. Это какая-то популярная песня? Это кавер или это оригинал? Чем больше я слушаю такое, тем больше верю в то, что могу слушать это регулярно. Я не думаю, что буду слушать такое каждый день, но мне это нравится. Я уверен, моя жена будет без ума от этого, а моя дочь овтюрится без памяти. Ну а как эта песня, музыка, искусство? Здесь нет никаких границ. Это, это, это проходит через... Не нужно понимать и владеть этим языком, чтобы понять, что он хочет передать. Если это имеет значение, это выше, чем просто язык. Это было довольно классно. Я не ожидал такого. Чисто не отвечает молодость, у меня забирается. Вау! 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 Если бы я был там, вот без байды, я бы, наверное, разревелся. Это что-то невообразимое. Возможно, прекраснейшее, что я когда-либо слышал. И это, возможно, прозвучит как-то глупо для вас, но если сравнить все, что я слышал до этого, я как-то слушал Адели. Она мне очень нравится. И в первый раз, когда я слушал, как она поет прям мощно и от всей души, это задело меня. А здесь я даже не знаю, о чем он говорит, но я чувствую то же самое. Я понимаю, моя мама не слишком часто слушает музыку, потому что она становится очень эмоциональной. Теперь я понимаю, почему. Просто с ума сойти. Я никогда не думал, что скажу так о такой музыке. Это удивительно. Субтитры сделал DimaTorzok. Два. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вы заметили эту улыбку на его лице? Вы знаете, я бы, наверное, никогда такое не заметил. Это что-то невероятное. Если бы мне сказали, что здесь поют два человека, я бы поверил в это. Потому что я слушаю, и да, это поют два человека. Да, я бы, наверное, запутался, кто где там поет. Но все равно, для меня это звучит как будто бы это дуэт. Ой, извините меня, я думал, там будет что-то еще. Боже, праведный. Я действительно не ожидал такого. Даже и близко не ожидал. Я... Мне нужно показать это моей жене и моей дочке, а может и маме. Как я вообще не знал, что на ютубе есть это видео с 19 миллионами просмотров? Я всецело ошарашен. Я впервые скажу такое на этом канале с этими музыками, извините, с этой музыкой и песнями. Это было 10 из 10. Ну а как? Я не знаю, как еще сказать это. Если это возможно... Сделать плейлист. Думаю, заслуживает этого. Ща я быстренько гляну. Ладно, я сделаю это позже. Я конфужен. Не знаю, что еще сказать. Это было красиво. Я не думал, что такая музыка... Вообще, что это была за музыка? Это была опера? Я не знаю, что это была за музыка, но она была чудесна. Я как будто бы... Развился в лучшую сторону. Это было сильно. Пресильно. Извините за паузы, но это мысли, свалившиеся с моей головы, по которой мамай прошел. Было еще пару моментов, когда я не остановил. Что ж, меня так размазало-то? Я какой-то опустошенный. Да потому что это был как спиритический сеанс. Это было безумие. Всем спасибо за внимание. Я думаю, ближе к Новому году можно будет сделать трансляцию. Если я вам еще не надоел, подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Всех люблю. Всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok